Привет! Как правильно организовать слои в своей работе, чтобы было удобно ориентироваться как тебе в твоих слоях, так и другому дизайнеру, либо реставрщику в твоей работе? Все чаще замечаю, что как новички, так и более опытные дизайнеры либо просто игнорируют какую-то иерархию в слоях и вообще ничего не создают неких групп, либо просто не умеют их организовывать. Ну конечно же встречаются и те, которые все правильно делают. Некоторым это будет совершенно бесполезно видео, но кому-то обязательно пригодится. Итак, есть у меня какая-то карточка, в которой ничего вообще не организовано и в слоях у у меня беспорядок. А если у меня будет несколько таких карточек, то в слоях у меня получится вообще полная акханалия и коллапс, ничего никогда не найдешь из того, что тебе нужно. Конечно же такой вариант никому не подходит и нужно как-то организовывать. Можно тупо это все объединить в группу и вроде как будет нормально, но если ты откроешь группу, даже не так. Если у тебя будет несколько таких групп и ты их откроешь, а у тебя будет все тот же мусорник. Это тоже неподходящий вариант для более нормального, нормальной организации каких-то слоев своих в проекте нужно просто понять, как правильно нужно организовывать. Вот я набросал небольшую схемку, в которой наглядно пытаюсь показать вам, как правильно, по какой логике нужно следовать, когда создаешь группы в своем проекте. Какие-то элементы одного смыслового ряда и порядка есть смысл объединять в группу и группы уже, которые содержат в себе какие-то элементы, подходящие. Эти подходящие группы тоже есть смысл объединять в отдельную группу и так далее по иерархии, пока у вас не будет закрыт один фрейм. То есть это большая группа, которая будет раскрываться на несколько более маленьких, которые в свою очередь тоже будут раскрываться на еще маленькие. Во-первых, это будет порядок у вас будет в рабочей области. Во-вторых, придерживаясь такой иерархии, вы сможете легко и просто создавать, пользоваться функцией constraints в фигме и создавать вот такие вот адаптивные элементы и блоки на своем сайте. Это все достигается посредством constraints и правильно организованной иерархии в блок слоях. Если иерархии никакой не будет, то ни о каком адаптиве использования constraints не может быть и речи. Ну что ж, давайте на вот этом примере мы попытаемся правильно организовать наши слои. Итак, вверху я вижу звезды. Какая-то оценка, какие-то звездочки. Есть смысл объединить эти звездочки в отдельную группу и назвать. Логично назвать звездочки. Есть. Далее у нас идет фото ободка. Так его и оставим пока что. Далее у меня есть какой-то текстовый блок заголовок, подзаголовок. Есть смысл это тоже объединить в группу текстовый блок. И последняя у меня кнопка. Прямоугольник и текст тоже объединяю в кнопку. То есть видите, что я сделал. Я взял логичные и совместные, скажем так, слои и объединил их в одну отдельную группу. То есть я сейчас проделал вот эту работу. Самые маленькие слои. Объединил в логичную группу звездочки. Объединил в группу звездочки. И прямоугольник объединил в группу кнопка. Но сейчас нет смысла мне объединять группу звездочки и кнопка в одну. Потому как они находятся, во-первых, далеко друг друга и между ними вообще нет никакой логической связи. Но есть логическая связь между текстовым блоком и кнопкой. Связь такова, что это все у нас образует нижнюю группу в этой карточке. Поэтому я так и объединяю вместе в низ карточки. То же самое. Хоботок и звездочки можно объединить в верх карточки. То есть в топ карточки. Опять же объединяем в группу. Топ карточки. Ну нижний слой бэкграунд. Теперь все три вот этих пункта, которые у меня есть, я тоже объединяю в группу и называю Белый хоботок. Неправильно назвался ошибка, извиняюсь. Есть. И так у меня гораздо больше порядка. Если я размножу эти карточки, у меня будут группы. Но я их раскрыв, буду видеть более-менее порядок. Вверх, низ либо бэкграунд. Соответственно, если мне нужно добраться к низу, то логично, что можно открывать нижнюю группу и уже здесь что-то править. Вот примерно по такому принципу и нужно организовывать слои в слое рабочей области. Это чистенько и порядок будет у вас в слоях. Плюс ко всему, вы всегда можете обратиться к нужному элементу, как из панель слоев, естественно, из рабочей области. Ну и в довесах ко всему, все это легко работает со свойством constraints. Вы можете создавать адаптивные карточки, да и вообще любые части сайта. Адаптивные, естественно, при условии правильной их организации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...